Вы знаете, вы сколько уже время в Тунисе? Месяц? Месяц. Вот. Хорошо, объясняю. В Тунисе торопиться некуда. А на островах тем более. Тунис воевал с французами. И много там народов были как... А, да, и дали эту свободу. Они же нам подарили свободу, мы не воевали нашу свободу, да? И дали выбор для личных катюнисетцев. Кто хочет принимать гражданство, Франция, пожалуйста, приезжайте. А кто не хочет, ну не хочет. Вот. И много из островов, из Киркене, да? Восприняли, ну, приняли это предложение и приняли вот это, как называется, французское гражданство. В наказание им нашбай, да? Что им говорят? При французском гражданстве, да, все. Туз во Франции все. Все их выгнали во Франции, им даже не разрешили, ну, когда умерли и так далее, даже не хоронили в нашей кладбище. Не, не, нет. Хороните их или в католическую, или куда хотите, но только не... Не на нашей земле. Не на нашей земле, да? Это какой год? Какой год? Семен-год. 1962 год, как раз, когда дядя один из тех, который выгнал. Он и его семья. И есть оскорбительное слово, но, которое не хотят услышать, это Нторен. Нторен, ну, это брал гражданство Франции. А, Нторен, а, Нторен, как это, как предатель, как, ну, предал своему народу и народину ради Европы. Вот. Их в какое-то время ненавидели. Вот. Ну, и потом это, были много наказаний, отобрали их имущество и так далее. И потом, по первому президенту, он им вернул вот это, дома, им вернул много всего. И уже им дали второго, ну, не лишили им тунисского гражданства, им вернули. Ну, тем, которым лишили. Вот мой дядя и его семья, они из тех. Понятно. Возвращался. Да. Возвращался. Возвращался в том, что Сталин сбежал из четырех, из пяти ссылок. Он и из тюрем сбегал, но мне известен только один побег Сталина из тюрьмы, это в Азербайджане. Вот. А в Сибири и на севере Руси он из пяти ссылок сбежал из четырех. Из пятой не захотел. Ссылка? Что такое ссылка? Ссылка. Ссылка. Выгнали ссылку. А. Ссылка. Из таких ссылок, да? Поселяют где-нибудь в лухой деревне, там, за тысячи километров. А, ясно. Все. И места ссылок были очень глухие и как бы легко ловили сбежавших. Но в случае со Сталином он сбегал и просто пропадал и исчезал. Его найти не могли. И шаманским делам очень может быть, что он учился именно здесь. В Тунисе. В Тунисе, да. В Сталином в Тунисе. В Тунисе. А почему он был в Тунисе, еще одно. Он шел по следам Геракла. Герплес шел по следам Герплеса. Значит, кто, Сталин? Сталин, да. Он и там в Турции еще этим занимался. Вот. А Геракл, он отметился в Тунисе и в Марокко. То есть вот у него десятый подвиг был в Тунисе совершен, а двенадцатый последний в Марокко. А вы знаете, что в школе мы изучали историю, в среднюю школу, да? Да. История мира, а история Россия, она как отдельная часть идет. Первый тысяч. Ну, глубокая. Про революция большевиков, мельчевиков, да. Все, все, история России была, ну, как отдельный предмет. И шьёй, слово, шьёй, это коммунист. А она, шьёй, да, коммунист, она выдала половину Туниса. И потом, когда начали президент, вот, 1956 год, Бургеба, да, он же капиталист был, ну, предан Франции. И они начали в софте хоря и в прятки, но играет с правительством, потому что наказали коммунистов и не могли сказать своё мнение в открытом. Хорошо, вид про Старина, только говорит, а про Ленина, ничего. Так, или хорошие, или ничего там как-то. Ну, да, много там коммунистов называют Ленина Папа Ленин. Кату? Папа Ленин, папа. Сталин, если не бог, то весь величайший жрец, так сказать, и шаман. А Ленин, это вождь народа, понимаете, вот, понимаете, у нас вот этих вождей народа, дурацких, вот, блин, пруд-пруди. А аналогов Сталина нету пока. Ленин, это ничего оригинального нет, понимаете, вот он был юрист, извините за выражение, я знаю, что вы юрист тоже, но вот у нас вот, как не возьми в России плохой правитель, так он юрист какой-нибудь. Он или прокурором был там, или стукачом, или следователем, или ещё чем-нибудь. А Сталин был наоборот, он наоборот сидел 12 с половиной лет, вот, там вот то, что называется, как это называется, Айдар, Айдар, или положение по-русски. Так что видите, как трудно приходится, или люди оптом всё любят. Сталин, Ленин замешивают в одну кучу, а они рядом, ничего общего между ними. Существует два вида власти, светлая и тёмная. Вот Ленин это тёмная власть, а Сталин это светлая власть. Я не знаю, но это большой разговор, но давайте несколько дней подряд, давайте. Ну хватит парад, не сломается пока. Я знаю, что... Ну кто обосноватым даже коммунизма? Основатым. Вот давайте, просто... Если бы не Ленина, я думаю, не Боргер Сталина. Давайте это... Да, это что переводил, он переводил на французском. Да. Если не Боргер Ленина, не Боргер Сталина. Ну, в каком-то смысле, да. Значит, ну вот, пример просто, гражданская война. Коммунисты, ну и красные, они терпят поражение там, по всем фронтам, там, сжималась, да. И вот на какой-нибудь фронт едет товарищ Сталин, и буквально там за неделю-две он не только останавливает отступление, но и, так сказать, начинается наступление. Потом Сталин едет на другой участок фронта. И там та же самая история. Вот только что отступали под чутким руководством товарища Ленина. Ну, это я иронизирую, естественно. Вот только что отступали, через неделю уже наступают. Не, ну можно обсудить, что делал Сталин, чтобы вот такая трансформация происходила. Да, он победил, благодаря нему, говорит, победили фашистов. И не только фашистов, но и гражданскую войну. Гражданскую войну, да, там, 20-й год, 20-й год. Угу. Когда мы начали, мы начали, мы начали. В начале? 20-й год, 1900. Ну, не, ну, 1900, там, когда в 18-м году началось, в 21-м закончилась, 4 года шла гражданская война. В России. В России. Ну, вот в этой гражданской войне тоже победили, благодаря Сталину. А я чего? Вот эти победы он достигал благодаря, как раз вот, жреческим знаниям. Вот слово жреческое, я понял, для вас трудности какие-то составляет, вот, не знаю, слово жреческий. Нет. Ну, хорошо, тогда. Вот Сталин вот эти вот переломы на фронтах достигал благодаря жреческим знаниям. Я сейчас объясню, но вы это переведите сначала. Нет, повторяю еще раз, не понял. Нет, победы на фронтах гражданской войны, гражданской войны, ну, и потом уж и Великое Отечественное, так сказать, или, как он там, Второй мировой. Сталин достигал именно благодаря жреческим знаниям, которых не было ни у кого больше. Вот. Жрецы самые древние, вот, самый древний на планете храм, он в Турции, ему 12 тысяч лет. Это Гюбекли ТП называется. Как? Гюбекли ТП. Гюбекли ТП. Самый древний храм? Да, 12 тысяч лет ему. Его нашли в 1995 году, он закупан. Гюбекли ТП. В Турции, Гюбекли ТП. Это до пирамидов, до... До пирамидов, до... До пирамидов, до нескольких тысяч лет. Более древние, чем все эти пирамиды. И там очень интересное деление людей на древнемозговых и новомозговых. Нет, в эволюции, знаете, да, вот, человек развивается, у него сначала были древние виды мозга, а потом появилась голова, гора головного мозга. Вот, то есть там уже тогда, 12 тысяч лет назад, это знали и понимали. И, то есть, что делал Сталин, когда приезжал на какой-то фронт? Он менял всего-навсего, всего-навсего, он менял местами начальников. Одних начальников с древним мозгом ставил на одни места, а людей с новым мозгом ставил на другие места, потому что, если все это перепутать, то будут проигрыши. А Сталин, поскольку в этом разбирался, он вот ставил вот так вот, и тут же начинались победы. Значит, я сидел в тюрьме, как Сталин, и понимаю, что он там делал и почему он там был. Это я сказал, вот, Айдар или положение, что называется, вот, тюремный жрец. Мало кто знает, что в тюрьме, в российской, во всяком случае, есть тюремные жрецы, которые выбирают сами заключенные. Вот он, Сталин, таким вот и был. Это называется положение, это мало кто знает. Пока я не сел в тюрьму, я тоже не знал. А в какой зиме мы сидели? Чего? В тульской, в тульский центральный, но... Дура. Понимаете, как я не знаю, как объясните, я не был осужден, я не был на зоне. А есть следственный изолятор. Тур-саной тюрьма. Вот я сидел вместе с женой, ну, ни в одной камере, понятно, что она там женщина. Вот мы сидели, вот, там полгода, в тульском централе. Вот. Но, дело в том, что меня сразу выделил вот этот вот положениц. То есть я разговаривал с многими людьми, которые никогда с положенцем не пересекались. Могли просидеть там и два, и три года, так сказать, никогда не пересекались. А меня положениц сразу выделил, понимаете, вот. Ну, поэтому я кое-что узнал. Так, я говорю, Никита, в львове Никита, Алексей и Роман. Хамза. Хамза. Вот его можно начать с того, знаете, что значит имя Хамза. Коллектар, я имею в виду Хамза. Я имею в виду. Ну, хорошо, скажите, что оно означает. Хамза, синонимный львов. Львов. Да, это не все. Это один из львов, но это не все. И что еще? А, вы уже перевели, да, что это лев? Нет, это не просто лев. Халек, это не все. Халек, это не все. Это имя богини Кибелой. Одно из имен богини Кибелой еще. Богини Кибелой. Кибелая, древняя богиня, там, я 3000 лет назад. Халек, Уля, Динон, богини, надо перевод посмотреть. В общем, имя ее означает руководительница героев. Сейчас могу, руководитель. Лучшеф де руководительница героев. Героев, героев. Лучшеф де зеро. Да, это так же. Лучшеф де зеро. Деро. И я мафеш лизом. Воспоминания. Лучшеф де зеро. Воспоминания о Сталине, что он с одного взгляда тут же определял стукачей. Стукачей это понятно? И по воспоминаниям, которые остались, после того, как Сталин выявлял стукача, его убивали уголовники. Не политические, а уголовники. Понимаете, это вот очень важно. То есть Сталин как раз и был тем Айдаром или положенцем в тюрьме. И он к этому шел. Вот что удивительный факт в биографии Сталина, что он интересовался устройством тюрьмы, еще будучи подростком. Вот это вот удивительно. Кто из вас интересовался тюрьмой? Я нет. Так что вот, нет, я просто хотел сказать, что Сталин к своему величию шел, начиная с детства. Вот все великие люди, ну, Юрий Цезарь, начиная, да, значит, там, я не знаю, Чингисхан, ну, в конце концов, Елизавета Первая английская, ну, я не говорю про Сталина, Цинь-Шихуань, так сказать, величайший император Китая, они все прошли через тюрьмы. Тюрьму называют университетами не просто так, потому что там, в тюрьме, ты в условиях страданий можешь получить такие уникальные знания и понимания, которые людям простым вне страданий недоступны. Вот чтобы понимать, что такое тюрьма, надо объяснить, что проводились даже исследования, по которым получалось, что 70% тех, которые сидят в тюрьме, они или вообще невиновны, или на них навешали гораздо больше, чем они совершили, или еще что-нибудь, понимаете, то есть по-настоящему там вот этих вот уголовников, настоящих таких вот уголовников в тюрьме, в российской, 30% всего-навсего. Так, значит, у нас сегодня уже четвертый семинар по Киркине, значит, там есть, значит, был там Ганнибал, ну вот, и, не знаю, приперло мне написать главу, не очень маленькую, вот, а Ганнибале, и, так сказать, не то чтобы о роли в его судьбе Киркины, это о роли в его судьбе Киркины в следующем, будет не сейчас. Ну вот, я вообще эту главу, не, ну мы ее не будем и публиковать, естественно, до тех пор, пока отсюда не видят, ну и нельзя, это опасно, тут он у них национальный герой, типа, за неимением, в общем-то, других, ну, а может быть, и все хуже гораздо, вот, да и, наверное, хуже. в общем, короче, я ее хотел затаить, вообще не видел мне ничего ценного, но дал почитать, значит, Никите и дал почитать Аргашокову. Значит, задумка такая, вот, двое читали, я написал, вы двое не читали. Значит, вот все сделано намеренно, значит, теперь вот, значит, я буду пересказывать, но сначала, значит, вот я хочу услышать, значит, вот, два человека, которые читали, они оба, в общем-то, высоко ее оценили, теперь вот хотелось бы, значит, услышать сначала с Аргашокова, начнем, значит, о чем там вообще, что это за глава такая, вот, на это же ничего не сказать, что написано, она о Ганнибале, значит, что у вас в этой главе о Ганнибале, так сказать, прикололо, ну, помимо фразы трепещущей, трепещущей очко, так, да, на которой я дико хохотал на слез, не мог успокоиться, так, ну, ладно, скажем, это самое, значит, там эта фраза, значит, у Ганнибала дико трепетала очко от мысли о том, что его сейчас в тюрьму отправят, потому что он, в принципе, догадывался, что его место у парашек, так, ну, великий исторический человек, представление не хранит, так, вот, ну, меня основной отчет поразило, я еще сообразить-то ничего не успел по поводу этой главы, но почувствовал резкое изменение настроения, потому что был дикий упадок сил, мы сравнительно недавно еще вернулись с Киркины, и еще, ну, не было понятно, что эта поездка не напрасная, и, ну, потом сказали, что вообще сюда приехали ради Киркины, в эту страну, а тогда это еще понятно не было, оказалось, что неудачная поездка, плюс мы вернулись сюда, и местный гид, который нас там и к верблюдам возил, и всему просто взял и кинул, как бы перестал вообще на связь выходить. Резкое улучшение настроения наступает тогда, когда о ком-то думал хорошо, а он оказался, на самом деле он был плох, или наоборот, думал плохо, а он оказался хорош. Значит, это вот самая такая мне известная хирурговина, значит, как вы думаете, которая из версий реализовалась в вашем случае? Ну, я подумал... Вы о чем-то изменились? Я, наверное, и то, и то. Во-первых, я этого воспевал гида, который нас возил в Морсе. Ну, в главе о нем ничего нет. Да, но он же очень сильно там в бассейна, где вот вы интервью у него брали, он там очень сильно нахваливал этого... как он, Ганнибал. Вот. Я уже забыл об этом. Да, это было. Это надо куда-то вмонтировать. Марси, Марси, вот в истории Туниса, ну, вообще вот, две-три тысячи лет, вот, был великий правитель в истории Туниса, или как? Ну, смотрите, в истории Туниса, я считаю, что ведь в течение трех тысяч лет было много лидеров, но я не считаю, что нет лидера, который по вкладу вот в в истории страны имел больше Ганнибала, потому что бурное развитие Туниса, вот земли Туниса, особенно Северо-Африки, она была, когда был Карфаген великий, и когда был Ганнибал. Да, он там нахваливал, и прям, что это такой хороший человек. Блин, класс. Замечательно, да? Вот. И я так понял, просто, как сказать, я потом уже анализировал, почему такой вдруг резкий подъем сил, там, желание работать. Начал смотреть и подумал, что как-то, не знаю, может быть, понятнее, что ли стало. До этого вот эта связка первосвященник, невиновные, которые пошли вместе с ним на войну и сломали хребет вот этому Ганнибалу, я подумал, просто проседаешь перед такими, как Ганнибал, они кажутся какими-то непобедимыми, хрен к ним вообще как-то, что с ним сделаешь. А тут в главе, видимо, ну, мне так показалось, что стало понятно, что они бессильны, вот их голова, где непонятно для них процессы происходит, она беззащитная. То есть, подходит туда знающий человек, там, делает нарушения, и все, он беспомощный. И какой-то вот, не знаю, может быть, на этом я подумал. Так, проперло, значит, вот раньше были лозунги, нет, но у нас много лозунгов, которые, каждый из которых объяснить нужно по семинару, не успеваем. Значит, вот здесь вот проперло, все-таки, нет, но у нас были какие-то вбросы по поводу, там, кибелы, там, еще чего-то, а вот так вот, чтобы соединить вместе не было, значит, вот здесь вот, сейчас, это битва призами, о которой мы говорим, сейчас будем подробно говорить, нет, просто вот фиксируем ваши лица, полный интеллекта. Значит, больше интеллекта. А его нет. Так, значит, проперло вот то, что там связка, ну, хорошо, может быть, с нее и начнем, если Никита не нарушит наш план, так? Ну, наверное, все. То есть, вот вас проперло именно это? Ну, мне так поздно. что, а, там подробности, как он вешался, значит, это в следующем главе, значит, надеюсь, у вас тоже. Я уже сегодня ее подошлю вам и жду от вас. Понял. Я не пересылал, чтобы, так сказать, вот это, провести семинар, а после него и Никите вам пошлют. Значит, Никита, не, ну, подождите, если вы, то есть, вот, у вас получался так, но у меня хороший, а значит, его мнение о Ганнибале тоже нормальное. Может, и хорошее, да, может, и мнение. Но нет, я понимал, что он ошибается, но, ну, как бы, это, знаете, вот, зачем такими вопросами задаваться, когда человек к верблюдам возит, перевозит, переводит, там. То есть, это не закономерность, а просто вот образование. Человек хороший, но заблуждается в отдельном вопросе. Не человекообразующее заблуждение. Ага. Не характерообразующее. А значит, получалось, не, ну, судя по результату, если так, как вы описываете, значит, все-таки, на самом деле, ну, в общем, это для вас было важно. И слишком хорошо вы отнеслись к профессиональному стукачу. Ну, потом, да, это, я подумал, что интересная, удобная позиция, стучать, ты видишь все, что туристы делают, которые без тебя никуда, без переводчика. И мне резко стало плевать на то, что он нас послал, ну, перестал выходить на связь. То есть, до этого я прям оптику сайт готов был. Так. Это называется обида, то есть, вы не понимали. Значит, в этой главе внезапно получилось косвенно, хотя, амур, синие слова нету, значит, удалось его заломать в ваши глаза. Хорошо. На семинаре забыл упомянуть, но в тот день, когда вот я прочитал сценарий по Ганнибалу, случилась для меня очень важная такая вещь. Дело в том, что, когда мужики перевозили машины из Турции в Армению, на границе не пропустили коптер, и там был вообще целый конфликт, с мужиками поссорился практически, там была вероятность, что коптер вообще, ну, все пропадет, не пускают его, и все через границу. Но в итоге, худо-бедно, как-то его оставили на границе, на таможне, вот, за хранение там нужно было заплатить приличную сумму, и каким-то чудом его забрать. В общем, это, ну, реально высасывало, там, кровь, нервы портило, и так далее. Вот, и совпало то, что мужики, ну, армянские наши друзья, которые помогали, они именно в этот день поехали забирать коптер. И до этого, получается, вот, как бы система, там, в лице вот этих, там, пограничников, таможенников, она просто вцепилась и полоскала мозги, как бы высасывала энергию, ну, потому что, вот, напрягаешься, нервничаешь, силы уходят. А тут какое-то чудо. Они не взяли ни копейки за хранение, они отдали коптер спокойно. Мужики выехали за границу Армении, там, поглубже упаковали этот коптер в машину, заехали назад. К машинам вообще ноль внимания было, и проблема, которая длилась уже, не знаю, месяца три, и попила куча крови, а она просто решилась вот так, по щелчку пальцев. И можно было бы сказать, что это просто совпадение, ничего не значит, но произошел именно в этот же день точно такой же случай. Тут местные банкиры, которым обратились, ну, местный банк, карточку получать. У них тут система странная, отдельным письмом, пакетом приходит карта, отдельно приходит пин-код. И пин-код застрял, непонятно где, уже две недели они не могут мне отдать его, завтра-завтра, а завтра выходной, а послезавтра Рамадан начинается. Ну, и, в общем, короче говоря, крови тоже пили бешено. Я говорю, ребята, мне уже через неделю в Марокко уезжать, отдавайте карту. Да-да-да-да, да-да-да-да. И, как бы, ноль продвижек. И именно в этот день, после прочтения вот этого сценария, вместе с тем, что отстали вот коптерам, звонят, ну, неважно, в общем, позвонили из банка, передали через Алексея информацию, что приходите, забирайте вот этот пакет. То есть, опять же, перестали пить кровь. И я подумал, что это как-то связано, во-первых, два случая, а во-вторых, ну, как бы Ганнибал, он как символ несправедливой, такой вот, ну, мусорской власти, что ли, и как системы, представитель. И, а тут два таких значимых, две таких значимых структуры, как таможня, и как, там, один из крупнейших банков местных, они берут, и просто от тебя, как до этого, как пиявки присасывались, а тут они просто в раз и отпрыгнули. Ну, в общем, произвело впечатление. Никита, давайте, любовь такая нежданная, негадная напала, да, с морсием, блин, это, ну, надо же, так сказать, представляете, а так бы разбило жизнь на всю, на всю оставшую жизнь, было бы горе. Так, Никита, у вас что-нибудь там понравилось, зафиксировалось? Вы не так хвалили, как он, но тем не менее, чувствовалось, что вас это зацепило. Ну, я сначала хочу сказать, что мне первое время было тяжело читать, потому что я не знал, вот эти про две битвы описаны, вообще ничего не знал, и попроще стало читать, когда я уже просто, ну, начал читать, потом посмотрел, что это за битвы были, хотя бы погрузился в этот вопрос, и тогда уже, ну, еще интереснее стало читать. Ну, в целом, я хочу сказать, что я когда прочитал, я так осознал, что у меня какой-то вообще другой взгляд на в целом весь этот регион появился, то есть до прочтения статьи, я как считал, ну, вот Европа, да, развитая, там, Италия, туда-сюда, Римская империя, а где-то на задворках есть там, вот эта вот Африка, никому не нужная, ну, как сказать, по месту расположения нахрен никому не нужная, и бестолковая, бессмысленная, и удручающая, так сказать. А тут у меня такие мысли появились, что фактически, как бы, ну, что, Тунис и Италия, они как бы очень похожи, там, географически очень похожи, расположение очень похоже. Не против друг друга, через несколько, через несколько, сот километров, сот километров, на одном море, я вам думаю, климат одинаковый практически, рыба одна и та же, так, рыба, сельское хозяйство все одинаковое, а почему-то Римская империя, это одна из величайших империй в истории человечества, а Тунис, это ну, когда-то она была крупнее Римской империи, вот, когда-то она была крупнее Римской империи, и, как я понял, это вообще краеугольный камень, вообще, что ли, в истории Туниса, вот эти два сражения, и, как бы, преподанный урок, ну, не только Тунису, и не только Римской империи, вообще, всем, наверное, исторический урок, настолько мощный, что Тунис и Тунисское население, которое не хочет этот урок воспринимать, этот урок с двумя битвами с Ганнибалом, они в итоге закономерным образом должны... Вхереть. Вхереть, и никакого... Ну, пока Тунисцы не разберутся с Ганнибалом, никакого смысла говорить о том, Но если мы попытаемся им объяснить, они нас побьют, посадят, или еще что-нибудь сделать, поэтому... Это я... Говорить на отцу, пока они не знали. Тоже хотел сказать, что, тоже на примере Морси, в принципе, понятно, что, так скажем, ну, как элиты, не элиты, но, в общем, более-менее... Более-менее решающие здесь люди заражены этой заразой, что они считают Ганнибала каким-то великим человеком, хорошим. И... Пожарите, кто же нас рассказывал? Это Алексей Котлеров. Ну уж, ладно, вызвать уже было невозможно. Там какая-то женщина, которая русская, жила, переехала сюда, работает в университете. То есть, вот она там доказывала, что Ганнибал, это чудо света, супермужина. Ну вот. А пидорас, он не потому, что он пидорас, а потому, что он просто, вот у него много половой энергии, ему все равно мальчик, девочка. Мерзавец ты, негодяй, мальчик от девочки отречить не может. Вот это вот, супермужина вот. Торопиться вот, ну, ему надо много, разбираться, кто слон, там, мальчик, девочка, ему некогда. Вот тут настоящий человек. Ну, в общем, я с удивлением узнал, что во времена Ганнибала как раз действительно в Карфагене тоже сильно было, сильно было государство, ну, условно говоря, да, и получается, после вот этой дурилки с Ганнибалом, после отказа воспринять урок римлян, да, по отношению Ганнибала, Туниса будущего нет. Так, значит, так, были два больших государства, это я сам не понимал, только работаю над этой главой, собственно, понял, значит, а, я третий, потрясенный этой главой, тебе пишешь, и влезут какие-то буквы, они в слова складываются, там, мысли какие-то, так вот, меня потрясло, значит, что там, чему противостояло, значит, Карфаген, где мы сейчас находимся, это было очень богатое государство, очень богатое, тут вообще, ну, просто богатейшее, оно было огромное, с большим влиянием, и Римская империя, по сравнению с ним, будущей Римской империи, а так пока только Рим, это был, конечно, карлик, бодрый карлик, рядом с ними. Чем они отличались? Они отличались, вот, понимаете, каждое государство, если нет великого посвященного, типа Сталина, то оно управляется через какое-нибудь извращение, но извращений много, вот здесь было, значит, вот здесь, в Карфагене, значит, воспевалось пидерастие, как сейчас, так сказать, в Америке, и Америка тоже богатейшее, так сказать, государство, все повторяется, значит, нет ничего нового под солнцем, и под муною, значит, вот, но они не воины, да, они нанимали кого-то там, денег у них было много, они нанимали, значит, в общем, воевали, захватывали, все хотели, никто и не сопротивлялся, в общем-то, особенно, вот, а у римлян было другое извращение, на котором это самое, только, пожалуйста, догадки свои о современной жизни не надо высказывать, со мной запитываем, и так далее, значит, никаких, и вообще-то у меня никаких догадок нет, вот у меня нет, и у вас не должно быть, значит, а у них по-другому, у них, значит, гомосексуализм осуждался в Риме, но зато позволялось воровать, казнократство, так сказать, разве что не благословлялось самых верных, просто не самых, а просто именно самых верхних эшелонов, вот Сенат, вот и прочее, то есть, вот, воруй, ну, возможно, там какие-то очень скандальные случаи, так сказать, тебя накажут, что-нибудь такое, так сказать, ссылку пошлют, оставь тебе корабль с золотом, значит, чтобы не бедствовал, значит, не, понимаете, вот были еще другие, другие, так сказать, извращения, вот то, что у нас говорил этот, как его, наш великенний профессор, профессор, шамсадин, шамсадин, значит, шамсадин, все тут эти самые, инцестники, вообще тут, ну, ему такая, что у Шекспира тоже, если почитать, то, что он пишет, вот, в Среднем на море, все сплошные инцестники, вот, и вся власть построена на инцестнике, Карфаген, изначально, тоже образовывался вокруг инцеста, то есть, вот, Ганнибал, отразделял себя своей прапрапраматерью, там, где-то на 400 лет, или сколько-то вроде того, уходило в глубь ремен, или 600, значит, это не важно, значит, она родилась от инцеста, и, в общем-то, так сказать, вот это все вот процветало, значит, то есть, вот тут вот вдруг стало понятно, что тот вид извращения, на котором строится какая-то там империя сильная, это вообще не внутренне присущее человеку, вот как-то незыблемо, а просто вопрос моды, то есть, вот Дидона эта, которой гордился Ганнибал, это были инцестники. Ну, на севере Африки, А потом, значит, вот что-то там произошло, и они стали гомосексуалистами. Но, не, понимаете, вот если взять Америку, блин, там нахрен есть святое, если ты воруешь, тебя пасают. Если ты казнократ, все пипец. Это труба. Но гомосексуалистам, пожалуйста, вот в зеленые улицы делай, что хочешь, так сказать, детей на силу, и там, что хочешь, что угодно, блин. И ничего, тебе за это не будет. То есть, вообще говоря, вот эта вот поддержка государственного гомосексуализма в некоторых странах, это вопрос благосостояния и количества денег не только в зарплате высшим чиновникам, но и, ну, например, содержание армии. То есть, размер армии зависит от того, если у тебя будут инцессники, у тебя одна армия будет. Если гомосексуалисты, то другая, но большая. И если там какие-то технические средства, то они могут это позволить, что-то они произведут, там, ученых купят и так далее. Все это у них будет. Вот. Но, значит, история, насколько я понимаю, показывает, что когда сталкиваются две таких вот системы, гомосексуалисты с, допустим, казнокрадами, или как я забыл слово-то, как-то я забыл, коррупция, коррупционеры, да? Значит, вот когда они две такие вот сталкиваются, коррупционеры воюют, лучше воюют. Почему-то. Теорию вопроса не знаю. Ну, вот давайте, смотрите, маленькая римб, набил Харио Карфагену, снес с них, а не оставил камня на камне, вообще ничего не это самое. А почему, кстати говоря, камня на камне не оставили? Что это такое за зверство? Пользовали? Непонятно. Засеяли солью, зачем все это? Совершенно верно. Понимаете? Дело в том, что вот это вот извращение, на счет которого держится то или иное государство, оно пропитывает все. Литературу. Архитектуру. То есть, понимаете, вот если они действительно, вот понимаешь, действительно, вот эти вот казнокрады, они ненавидят гомосексуалистов. И они не хотят, чтобы он был. Ну, что ты можешь сделать с городом, который вот архитектура, там, литература и так далее? То самое римляне и сделали. Они сожгли библиотеку, из всей библиотеки оставили одну единственную книгу. Одну единственную. Значит, это самое. Они снесли все нахрен в пыль. Ну, что я, ну, больше я ничего не знаю. Но, кстати говоря, население-то не стали уничтожать. Казалось бы, надо было бы, нет, с точки зрения бытовой, надо население уничтожить. А город оставить пользуйся. Но население, народ, толпа, он самому будет делать то, что от него, что будет хотеть правитель. Они подхалимые. Простоведины, как ячмень, впали, стелятся по этому. А подхалимы угадывают и так далее. То есть, вот, не, не надо было уничтожить народ. Они все станут казнокрадами. Спокойно. А поменяется власть, опять власть переименилась, да? Значит, поменяется власть, значит, это свадьба молитвы. Опять власть меняется. Значит, а поменяется власть на инцестников, все станут за него увлекаться инцестом. То есть, понимаете, вот это знание, оно фактически скрывается. Хотя оно, в общем-то, на поверхности. Если меня я догадался, блин, то я думаю, тут много народу, но вот это вот как бы скрывается и, значит, не знаю, может быть, карается. Посмотрим, что с нами, со мной сделают. Значит, потому что, понимаете, вот, если ты видишь, что это ряд каких-то извращений, просто извращения меняются, и там вообще это мода, но тоже ведь думаешь, вот гомосексуалист, что у него там особенного? Нам же как подают, что это какие-то особенные люди, сверхлюди. Вон тут Лукашенко недавно говорил, что золото, а не люди. Вот он мне, думаешь, что он там, какая-то, как-то жопа устроена, странным, интересным образом, закололки-то какие-то загадочные, которых тебе, значит, судьба решила, и у тебя ничего нету ценного, значит, не понимаешь вообще. Да нет, они подхалимы, все зависит от начальника. А как там начальники образуются, хер его знает. Ну, я все не знаю, я не знаю, но я только вижу, на уровне подхалимов я вижу. Так. Значит, вот шло противостояние, и закономерным образом маленький Рим победил большой карфагент. Ну, это не все, это не единственный фактор, а дело в том, что неугодники выступили на стороне Рима. Вот все истории, вот если вы будете копаться в интернете, там слушать, я прослушал разные лекции, все очень здорово, и манеры, и там, все, зажжебись, зажжебись. Значит, ну, вот удивительным образом, когда они строят вот эту, значит, историю, вот, войны, вот это вот, и Ганнибала вообще, на Ганнибал надо выбирать запросы. выйдет. Историк карфаген, конечно, больше, чем Ганнибал, но вот Ганнибал просто очень интересный. Как-то, по-моему, вложили для того, чтобы его разоблачить. Так вот, значит, вот в этой истории, которую рассказывают эти историки, можно послушать, ни слова, ни полслову не говорится о том, за каким хером из Анатолии притащили вот эту вот статую Кибелы. О, вру, блин, этот, как его, камень, метеорит принесли, символизирующий Кибелу. Зачем все это делалось с такой помпой, с такой торжественностью? И Кибели вообще, так сказать, отвели очень почетное место, там на одном из самых священных, не на одном из самых священных, а на самом священном холме и семь же холмов на время. Вот, на самом священном месте построили вот храм. Этого нет ничего. Значит, опять ничего нету о том, что, понимаете, там две битвы, битвы Африканных все слышали. Ну, вот просто даже Эрнест слышал. Википедия я там прочитал Африканных Каннибал, да, Каннибал, и все. Каннибал, не Каннибал, а Ганнибал. Ганнибал, да. Нет, ну вы никогда прежде не слышали вот эту битву при Канах? Нет. Ну, блин, я не знаю, на сколько шкотки надо пить? Я тоже не слышал. Каннский Каннибал, слушай. это Канн, это понятно, но про битву там нет. Ну, в общем, я не знаю, во всяком случае в книжках всегда где-то там что-то такое обязательно вернут. Автор, наверное, хочет показать какую-то. ну, вот битва при Канах. Это там был разгром. Ганнибал разгромил римлян в пыль. Но нигде никогда я не слышал. Я эти вот Канны натыкался ну раз двести, не меньше. Понимаете? Ну, точно вот раз двести был. А может и больше. Значит, но есть другая битва, о которой я не слышал никогда. Это битва при замах, это здесь, на территории, в которую в пыль разгромили Ганнибала. Причем, самое интересное, это, я говорю, просто вот участие, там, я говорю, коллективного разума, мирового разума, хер вы знаете, чего, ну, в общем, чего-то там участие. Там, значит, таким образом получилось, что две эти битвы, они были по численности и качеству, так сказать, вооружений, они были одинаковые. Понимаете? Вот одинаковые были. Вот по численности, там, всадники, там, вооружения и так далее, одинаковые. Но только в одном случае, и военачальники были те же самые, но только в одном случае в пыль разгромили римлян, а в другом случае в пыль разгромили Ганнибала. Это при всем более того, понимаете, римлян разгромили там, где, как говорят, и стены помогают дома. И Ганнибала разгромили, вообще, тут недалеко, 120-130 километров всего на все эти замы отсюда, но я не поеду. Значит, уехать отсюда, отдохнуть где-нибудь. Год, наверное, отдыхать надо. Где-нибудь в очень спокойное место, надеюсь, повезет. Конец. Значит, в этих призамах, значит, вот, а в чем отличие, понимаете, с одной стороны был Ганнибал, высший военачальник, с другой стороны был Сцепион. Нет, ну там Сцепион не был высшим, но он присутствовал там. А в призамах уже Сцепион. То есть, вы это поняли, да, что-то там было изменение на уровне духа. Понимаете, вот, и вот тут-то вот, чтобы понять, что было на уровне духа, надо привлекать вот эти вот, вот эту, метеорит кебелу, а еще надо привлекать то, что можно найти, я не знаю, каким чудом я это нашел, а, нет, помню, ну, в общем, без особых чудес я нашел, но историки, когда рассказывают, они не описывают. Дело в том, что в битве при займах участвовали заключенные римских тюрем. Если Рим не хочет. Не, ну, здесь большой вопрос, а какие заключенные, черного порядка или красного, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Две большие разницы. Более того, если начать, разбираться, нет, были ли в римском, ах, римское право, ах, римское право, ах, греческом зале, ах, греческом зале, да? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что, селедку? Я, ну, развал, разложил я ее, селедку на плече у него. Ну, и что? Он две тысячи лет стоял без селедки, подожжай с селедкой постоит. Она в греческом зале, в греческом зале. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Это Аркадий Райкин. Значит, вот римское право, типа, вот вообще верх справедливости. Значит, вопрос. Ну, у нас сегодня болванчики, значит, чтобы вы, обращаются к вам, когда надо, слышим, не знаю, вообще и слышать, не слышать. Вы не думайте, особо не напрягаясь там сразу, отстреливать. Не знаю, не слышу. Не, ну, если слышу, то говорим. Значит, нет, не заранее, я тоже, что-то помысл уже. Завтра. Вопрос. Случались ли несправедливости в Риме? Судебная, судебная, так сказать, вот система суды? Ну, намекай, Юлий и Цезарь вообще, это как? Ну, до Цезаря, да, были. Не, ну, и Цезарь, сам Цезарь, так сказать, сам, туда же, да? Значит, и до него тоже было. И римский право. То есть, вот, очень может быть, что буква закона, она действительно идеальная у римского права. Ну, сейчас, вот у меня лежит книжка, это древние эти, как они называются, ну, не важно, не показывают, древние, как-то культы, или не культы, блин, ну-ка покажите, дайте мне ее. Вот так, я не того попросил, значит, вам тяжело вывести. Значит, я сам название не помню. Жреческие коллеги в раннем Риме. Ну, в курсе, пулар, э, блин, жреческие коллеги в раннем Риме. Так, так тоже есть, вот, применение к римскому праву. Но, значит, что было в битве Прикановых? Ну, вы поняли, да, что сначала была битва Прикановых, сначала, а потом, через некоторое время, уже призанок, да, значит, значит, битва Прикановых, там можно условно поделить на три категории римских солдат, которые там воевали. Одни сдались нафиг, сдались, херам. Вторые не сопротивлялись и их спокойно перерезали. Это римские регионеры, гордость мировой истории. Отборные войны. А, что, че, че? Отборные войны. Отборные войны. Блин, там старики, как они там называются, ветераны, в общем, блин, пипец, да, значит, они вот, значит, не сопротивляются. черепахи, построения и всякое такое. Совершенно верно. Они не сопротивляются, им режут водку, так сказать, и огромное количество трупов. Но были там те, во-первых, с цепионов был, а во-вторых, там часть легионеров из разных регионов, они не сдались, и горло не подставили, они, так сказать, отбивались, и, в общем-то, в достаточном порядке значит, отступили, спаслись, ну, из одной армии спасли. Значит, что с ними сделал Сенат, который отстаивает этих казнократов? Что с ними сделали, как вы думаете? Два легиона целых, общей численностью. Тросы. А те, которые поставили горло и не сопротивлялись, везде, те молодцы. Нет, ну, нормально. Не, вы знаете, что такое и верховные суды и прочее, да? Слышали. Пересекались с одним процессом, да? Вот все было то же самое. Все было то же самое. Их сослали на Сицилию, опозорили, ограбили. И вообще они были символом позора. Скажите, пожалуйста, с вашей непросвещенной точки зрения, так сказать, вы не сенатор, я, конечно, понимаю, как и я тоже. Значит, как вы считаете, это справедливо было? Нет. Это было несправедливо. Скажите, пожалуйста, вот если Сенат смог поступить к такой заметной части, как два легиона, это очень много, значит, были, сидели в тюрьмах, римских тюрьмах невиновные. Ну, до этого, да, случайно? Ну, и до, и после. Ну, в этот период, так сказать. Ну, сидело, наверное, там больше, там, ну, должно сидеть. Ну, понимаете, без всяких общих соображений только один этот случай с этим сам, с тем, что их сослали два легиона, только они на этот случай говорят о том, что были невиновные. Ну, если Весталка давали право их освободать, значит, они были. Они были, да, но это уже, так сказать, параллельные, так сказать, вот это все. То есть, что произошло, вот эти два легиона и составляли костяк войска, который разгромил Ганнибалов пыль при замах. Понимаете, если бы, значит, вопрос, какое отношение ко всему этому имеет заключенный тогда? Заключенный из тюрем, нигде не говорится, уже вот говорится, что допустили, и все, и все, и молчок, пипец, тишина. Никто из историков ничего не говорит. Значит, если никто из историков ничего не говорит, значит, что заключенные эти самые заключенные римских тюрем, значит, из них не было образовано какое-то отдельное воинское соединение. Но если было воинское соединение, сказали бы, они там вышли в тыл, там, или еще куда-нибудь, или в лоб, или еще куда-нибудь. Заград отряды. Заград отряды, там, что-нибудь вроде этого. Значит, Об всем этом не говорится. Значит, их распределили равномерно по вот этим всем центуриям. Нечто подобное совершил Юрий Цезарь, когда Пампе Великий договорился с благородными пиратами и назначил их комиссарами. То есть, проповедниками идеологии, которая принесла победу Римской империи на все 100%. То есть, вообще, это не был гениальный ход со стороны Пампея. Гениальный – это значит, что из нуля это уже было повторение битвы при Заме. Вообще, это, как бы, считается чуть ли не единственный уникальный случай, когда допустили этих самых. Значит, то есть, вот, были репрессированные заключенные, были репрессированные два региона, и там еще, так сказать, поднабрали несколько, немножко, не особенно много. И был военачальник Стипион. Догадайтесь, был он репрессирован? Вернест. Ну, сам он начальник. Сам Стипион, был он репрессированный? Ну, на этот, на Сицилию, да? Нет, ну, вообще, нет. На Сицилию он не был репрессирован. Он был репрессирован в другом варианте. Он уже после того, как он разгромил Ганнибала в пыль, то есть, вот, казалось бы, Рим должен, так сказать, ему статую повсюду поставить, там, я не знаю, что. Вместо этого благородное, благодарное население Рима во главе с Сенатом его репрессировало, его, может быть, казнили, но он успел сбежать и отправился в путешествие туда, в дальние страны. Ребята, кто сражался? Нам говорят все время, римляне сражались. Извините, какие в жопу римляне, если при ближайшем рассмотрении оказывается, что там был репрессированный военачальник, правда, он еще не был репрессирован, но, как бы, значит, в нем были, значит, эти, как это называют, задатки того, кого должен был ненавидеть Сенат. Состоял из военачальника репрессированного, комиссарами были, значит, эти, заключенные черного порядка, черный порядок – это кибела, между прочим, и львы. Черный – это одно из имен льва. Черный порядок? Нет, ну, по-моему, черный порядок, потому что взяли все в негров перекрасиваете, и пьезы были. И поэтому черный порядок. А и красный порядок – это потому что там, я не знаю, там все спортбилеты садят. Нет, черный порядок – это ремейный порядок, и я уже, по-моему, говорил, что положенец назывался Хамза. Одно из названий – Хамза. Это тоже арабское слово, тоже означающее предводительный, как он называется, предводитель героев. Вернее, предводительница героев, но это неважно. Понимаете, в чем наколка истории? Нам показывают, вот есть при анализе таком, видно, что это неугодники сломали психологически. Арифметика, бухгалтерский подход не объясняет того, что произошло при заме. Нет, как историки объясняют, почему проиграли. Они говорят, было 80 этих слонов. Слоны были молодые, недостаточно обученные. Чтобы обучить слона, нужно 20 лет. Там таких слонов-ветеранов не было, и поэтому, когда ганнибальцы погнали слонов вперед, эти самые слоны начали топтать кого ни попадя, всех. Кстати говоря, и ту, и другую сторону. Обе стороны. Значит, ну почему-то, значит, проиграли ганнибальцы. Не слонах дело, понимаете? Нет, я просто говорю, историки, они вывернутся. Они, блин, одна версия, так сказать, другая версия, третья версия. Но все эти версии, они без учета, за каким хером, почему между каннами и замы привезли, зачем Кибелу? Зачем? Это единственный случай, когда допустили заключенных. Со слонами тоже они сходятся, даже формально. Ну, если считать, что ганнибал побежал при каннах, потому что он великий такой полководец, то он должен был знать, что слоны у него нетренированные. Во-первых. А во-вторых, у них армия-то одинаковые. Зачем ему эти слоны нужны были? Нет, у него всегда были слоны, кстати говоря, когда через Альпу он там лазил, там много слонов погибло. Но они у него всегда были. Нет, просто слоны в Африке водятся, а здесь их и нет. Ну, что, почему не используют? Ну, в общем, просто я описываю ситуацию, что, конечно, одним этим семинаром, значит, это невозможно. Вообще тема интересная. У нас будет еще один семинар, но не по битвам, а совсем по-другому вообще. По киркине будет совсем. А сейчас вот просто вот эта вот биография, сейчас вот как бы можно назвать биография Ганнибала, вот то, что мы сейчас делаем, и, так сказать, чудеса в его, в его, в его, в его этой биографии. Нет, понимаете, этот случай очень интересный, потому что нам сначала история показала, что Ганнибал, мы просто не победим. Просто, блин, он там же ведь при этих самых, он потерял там несколько десятков человек, всего апреканных, а эти потеряли там пару десятков тысяч, только трупаками и этими самыми пленными. Ну, там немного десятков тысяч, потому что вообще если битвы там где-то не более 30-35 или 40 тысяч с каждой стороны, то есть там не сотни тысяч, просто потому что такого войска не было. Вот мы говорили, ну, это мы, нет, то есть вот это вот исторический пример, который замалчивают и говорят, это как можно сломать хребет дракону. Ну, я не знаю, если вы подробните, я просто говорю, что там произошел слом именно психологический. Интересно, что и технологию Ганнибала, и технологию во времен тоже все равно повторять пробуют. Ну, вот про Ганнибала, например, я там в подарок удачи, какой-то американский генерал говорит, я вот применяю технологию Ганнибала, когда операция в Ираке была. А про... Я думаю, что он про Заму, но вообще не слышал. Наверное. Когда вы говорили... Я про технологию Ганнибала в Замах. Разве не лично. Когда вы сказали про Сапиона, который тоже репрессированный, вспомнил, думаю, ну, где-то мы это уже видели, про Рокоссовского. Да, надо же. История повторяется. Зашли в рыбный порт купить рыбки. Значит, Шинков сказал, что обратил внимание на один эпизод во второй серии Елизаветы. Что это был за эпизод и почему вы сказали, что если бы не было семинара, то, возможно, на него внимания не обратили бы. Ну, вчера пересматривал вторую серию Елизаветы, 2007 год, Золотой век Елизавета. Ну, тема была подготовка к ролику про погремушку. Тюрьма, старушка, дай мне погремушку. И, ну, тюремная тематика. И пока смотрел, все время что-то раздражало. Думаю, ну, этот Капур, блин, все что-то не так снял, все плохо. Это пытки Уолсингема, это Елизавета, там, кадрица и все такое. А тут раз вдруг, и Елизавета заявляет. Это великая армада, эта испанская, напала на Англию и собирают войска. И не хватает людей. И Елизавета, во всеуслышанно, заявляет, всех выпустить из тюрьмы. Это и их родина тоже. Он прощен. И тут же просто, как резануло, вспомнился семинар, где Ганнибала разбирали. И как победили Ганнибала. Тоже благодаря выпущенным заключенным, которые участвовали в битве против него. Сепион и заключенные. Так, все. В общем, и целом. Значит, я хочу прокомментировать просто, значит, вот это дело. Дело в том, что с Капуром я знаком, и мы знакомы по двум книгам, которые он, значит... Ну, в общем, по двум фильмам, которые мы разбирали. Значит, «Четыре пера» и «Елизавета». «Четыре пера» – это книга Мейсона. Просто можно сравнить. «Елизавета» без книги сделана. Она как-то вот там, они сценарий писали. Так вот, просто сравнивая то, что написал Мейсон и то, что снял Капур, он просто, знаешь, до какой степени этот Капур сволочь, что он так поступил с книгой Мейсона, все и заврал, значит, и с талантливого произведения сделал, значит, не весь что. Но, правда, у Капура есть свое достоинство, что по сравнению с другими экранизациями «Четырех перьев», значит, его экранизация все-таки самая красивая. И из других экранизаций Елизаветы и Уолсинга, значит, его экранизация тоже, опять-таки, красивая. Но это все равно, он достоин приговора к высшей мере наказания, которых, возможно, для режиссеров. Значит, и вот как раз вот этот вот момент, значит, с Елизаветой. Там такое складывается впечатление, что она предложила добавить в войска заключенных, потому что войск не хватало, потому что не хватало народа. Это одно толкование, которое вообще исходит именно от Капура, я хотел сказать. А вот теперь другое толкование, которое исходит от Минейлова, и можете сравнить, какое более верное. Значит, Елизавета была, ну, исключительно насчитана, значит, в античной литературе. А насчитана она была не потому, что она себя заставляла, а потому что это ей нравилось, и главное дело, она понимала. И в таком случае, она, причем понимала античную литературу, явно лучше, чем профессоры понимают этого, которые... Значит, если профессора в упор не хотят замечать вообще битву при ЗАМе, когда был разгромлен Ганнибал, и каким образом это было достигнут, этот разгром, и что это было благодаря этим самым заключенным, благодаря, значит, вот аналогу положенца, то есть вот этому сцепиону, вот профессора этого не хотят замечать. А я утверждаю, что Елизавета, читая это, она поняла. То есть она добавляла, когда она сказала, что добавить вот этих вот заключенных в битву с этой Сармадой, она не численность увеличивала на какую-то, вообще-то говоря, ничтожный процент, на какой-то ничтожный процент. А она, значит, вот именно костяк, меняла костяк вообще, ну, типичной армии, так скажем. Значит, тут, если вдруг кто-то смотрит это первый раз вообще, какой-то материал, то просто хочу сказать, что то же самое сделал Помпей Великий, которому поклонялся, так сказать, вот Юлий Цезарь, ну, или уважал, так скажем, лучше ли не поклонялся, который, значит, пиратов, значит, сделал аналогом комиссаров Сталинской победоносной армии. Значит, ну, и еще, ну, в общем, вот этот вот, Сцепион, который, значит, вот тоже бы взял этих вот. То есть, вот у нас есть как бы четыре примера, то есть, это вот Сцепион, это Помпей Великий, а вообще-то говоря, и Юлий Цезарь тоже, потому что Юлий Цезарь мог бы разогнать вот этих вот пиратов, ну, просто сказать, ну, что же это за войска, так сказать, приличные люди, жители Рима, а тут вы, значит, вставили во все регионы жителей Рима и вообще пиратов, которые, так сказать, вот, извращенцы считают плохими людьми. Значит, вообще говоря, Елизавета, вот подтверждение этой версии, то, что Елизавета, она дружила с этим, какого, который пират был, какого? Фрэнсис Дрейк. Дрейк, Фрэнсис Дрейк. Кстати говоря, у Мэйсона тоже есть книга про Фрэнсиса Дрейка и тоже, естественно, не переведена, но, значит, вот соберусь силами, потому что вообще-то машины перевод читать очень приятно, а на английском долго. Вот. То есть вот такое вот другое толкование, как вы сами скажете, какое вам кажется большее, чтобы оно хотело увеличить, скажем, даже вот всего на 1%. Ведь, ну, сколько могло увеличиться войско английское, значит, в этих вот незначительное количество арестантов было, ну, на 1%, тут даже на 2%. А вот изменение костяка, стержня, это могло преувеличить силу войска кратно. Здесь-то, понимаете, мы, как вам сказать, нет, когда несколько случаев, легче рассуждать, чем брать какую-то историю, там, Рокоссовского, там, или еще чем-нибудь, ну, просто вот с Ганнибалом все зашибеется, еще лучше становится. Нет, ну, если еще где-то что-то есть. Потому что мы все это, например, Омхагар, тюрьму разбирали, а вдруг выяснилось, что Киркина – это копия Омхагара, блин. Понимаете, то есть, мне зато не надо ехать в этот жаркий Судан, блин, когда я здесь могу то же самое в комфортных условиях, 28 градусов, посреди моря, бесплатный крадок. Что самое главное? Самое главное? Уже сомневаешься. Нет, это очень здорово, это важно для меня. Так, ну, ладно, конечно, это не подарок, но, тем не менее, халява, все-таки. Не слушайте меня, это я болтаю. Так вот, значит, к чему мы все это говорим? Вот, то есть, вот мы видим, нам говорят, Ганнибал – личность, супер-мужчина, а вдруг мы выясняем, что он жертва моды? Нет, понимаете, если вот именно Ганнибал, вот из этого, так сказать, сперметозоида, из его этих самых, такой, родился бы в другое время, он был бы казнокрадом и даже бы не гомосядился. Или был бы инцестником, понимаете? Вот в чем, сука. А то, блин, думаешь, ты, так сказать, погружаешься в его жопу, думаешь, где у него там какой-то закоулок загадочный, которого меня Бог обделил. Я несчастен, поэтому не сижу в правительстве. Нет, ну вот это у нас Лукашенко рассказывал. Не знаю, про Лукашенко можно говорить или нет. Но он сказал, что геи у нас сидят по самому верху. Это золото они люди. Ничего не знаю, я просто цитирую, я даже не комментирую. Обратите внимание. Так, ну что делал дальше Ганнибал? Понимаете, там как бы вся история. Дальше вдруг выяснилось, что после этого перелома Ганнибал оказывается вообще не в состоянии руководить войсками. Нам бы его подают как гения этого самого. А он, за что бы он ни брался, он просирал все. Он все. Разным он пытался делать. Ему даже там Антиох поручил флотом своим руководить. И он и там все умудрился просрать. И вообще повсюду. Значит, то есть у него такая вот штука была. Но я коротко скажу, значит. Потом будет время, поговорим. То есть вот он лет шесть здесь пытался что-то такое наладить. Или семь. Не знаю. Значит, вот в Карфадине я имею в виду. Но ничего толком, в общем-то, не получилось. Потом, когда его пришли арестовывать римляне, он свалил на Киркину. И это большой вопрос. А зачем он там делал? И что он там собирался делать? Потому что он дальше дернул к этому Антиоху. Зачем он там тормознул? Он мог бы сразу туда, значит, к этому Антиоху задвинуться. Все равно вариантов не было. Это туда уже, туда. Где это у нас? Который не брудак сделал? Нет, другой. Другой, другой. Много очень этих, к сожалению, этих Антиохов. Ну вот. Не тот. Ну вот. И, значит, потом он добрался до Антиоха. Антиоха ему поручал разные воинские соединения. Везде он показал себя полным бездарем. Значит, ничего у него не получилось. Закончил он свою жизнь. Значит, закончил он свою жизнь. Недалеко от Стамбула, в 60 километрах. Он, значит, жил. У него было поместье. Значит, располагалось оно то ли внутри этого рыбацкого селения, то ли, так сказать, с ним граничил. Вот. И к нему пришли арестовывать его второй раз. Значит, в первый раз он сдриснул, а второй раз он решил сдриснуть уже насовсем. То есть покончить с собой. Сколько ему лет, не помню. Вот. Ну, за 60, по-моему. Решил покончить с собой. Значит, здесь историки, которые любят Ганнибала, они все время, значит, тут расскажут такую историю, что он отравился ядом из перстня, растворил в бокале драгоценном, выпил, значит, и умер от яда. Вопрос, а зачем тогда Клеопатра, значит, змеей себя кусала, если были такие замечательные яды, что можно было выпить, и все на этом конец. А проблема заключается в том, что тогда таких ядов, чтобы можно было налить в кубок и не мучиться много часов или даже дней, не было еще. Поэтому Клеопатра, так сказать, там со змеями экспериментировал. Потому что не было. То есть вся эта история с тем, что эта искупка, там, скажете, где-то что-то. Другая версия, которая сохранилась в истории, это то, что он приказал своему рабу, чтобы его удавили тряпкой. Как Антония. Сделай это время теперь пришло. Антония тоже. Антония нету. Он его зарежал все-таки. Антоний приказал своему рабу, как Антония. Ну да, как Антония приказал своему рабу. Значит, ну, я как опытный арестант, вопрос, а кто настучал на ганнибал, так что вы пришли арестовывать? Ну вот, зная, ну вот давайте этих спросим. Терпите, терпите, терпите защищение Никита. Как тебе думаете, кто на него настучал? Варианты. Раб, наверное, этот. Вариант один. Тот, кто его приютил, если он там при каком-то правителе, не знаю, там, антиох или другой уже правитель, кому он там переметнулся, где жил. Тут он стучал. Так. Все? Пока мимо. Ну, какой-нибудь любовник был у него, наверное. Любовник. Так. Вот как был этот император Караган. Кстати, он 5-5 лет, как вы думаете, в свои 60 с лишним лет. В таком случае. И нездоровом образе жизни. Так. А вот такая вот версия. Мог Ганнибал настучать на самого себя? А если мог, то почему? К вам вопрос, ко всем. Не Копенгаген, да? Оригинально, конечно. Ну, если он сдохнуть хотел, наверное, как-то... Ну, то, что Ганнибал элемент в дракона, это очевидно, да? Да. Значит, я понимаю, что у нас не поспевают эти самые семинары, в особенности теперь, когда у нас две линии семинары придет. Теперь у нас, видимо, скоро будут не три, а четыре в месяц. Ну, потому что, блин... Вот. Не, ну, когда так и было, но потом вдруг за ровью перестал хватать. Так вот, вот в исследованиях получается, что самое высокое положение в драконе у штукача. Это, конечно, кажется странным. Точно так же, как голова дракона, расположенная в хвосте той головы собаки, да? Это не трехглавная собака, а это дракона, который, так сказать, маскируется вот этими тремя головами собаки, чтобы дураки подумали, так сказать, и хватались, или бились, или убивали то, что как бы совершенно не смертельный орган. Ну, вот. То есть, ну вот стукач такой, как бы вот. Хотя вот он непосредственно закладывает и провоцирует этих вот невиновных в тюрьме, так что у него как бы... Ну, почему это так, мы еще когда-нибудь дойдем. Надеюсь. То есть, Ганнибал должен был быть, должен был мечтать стать стукачем. В следующей главе мы будем говорить о том, что Ганнибал и Солженицын, это одно и то же лицо в разных веках, но это сейчас не время. Значит, у нас стукачем был этот самый, Солженицын, да? Причем был редко смысл только чем. Он заложил вообще всех, кого он знал поименно. То есть, вот сколько имен он знал, он настучал на всех. И все напрасно. Да, Ганнибал не дотянулся на самого себя. А может, и на самом деле, что вы знаете? Как он попал? Кто, кто? Не, ну а как он там попадал? Он же писал таким образом письма, что не арестовать его не могли. Это как бы вот предмет у всех, вот что это такое с ним стало, вроде бы мыслящий человек. А в то же время, значит, он писал такие вещи, зная прекрасно, что есть военные цензуры, а этого быть не... Иначе во время войны не бывает. Ни на одной стороне. Это не зверский сталинский режим, а просто... Интересная мысль, что он сам на себя. Ну, главный мотив писать эти письма у него был на случайность самого себя, это прикольно. Ну, а вот стало это понятно после того, как начинаешь разбирать Ганнибала. То есть, вот фактически, вот начинаешь разбирать это как две параллельные истории одинаковые. И вот, так сказать, смотришь перекличку, вот так сказать, вот это становится интересно. Но сейчас это не главное. Сейчас мы просто биографию изучаем. И изучаем вот вероятность, просто вот, значит, поскольку нигде не циркулирует эта мысль, что Солженицын на самого на себя настучал, точно так же не циркулирует нигде мысль, что на самого на себя настучал Ганнибал. Значит, ну, понимаете, вот мотив какой. У Ганнибала не было возможности ни на кого стучать. Ну, он же изначально там был с сыном военачальника, или что-то он там был, Гатструбала, или кого-то там вот он забыл. Ну, в общем, это, не, они там потомственные комиссии, кстати говоря. Но не это главное, а то, что он очень был поставлен, и у него, значит, не было просто возможности ни на кого стучать. И, представляете, пришло время умирать, а он не испытал счастья быть стукачем. Веселая тема, да? Да ужас. Нет, ну ведь это же действительно так. И это национальный герой в некоторых странах, понимаете? Ганнибал. Да, просто кучей уже говорили здесь, что это приветствуется. Ну, а здесь? Ну, вот мы и разбирали этих юристов там. Ну, да. Да, ну, и само собой, если будут успевать Ганнибал, то это будет вообще процветать. Поэтому валить отсылки тем, в общем, подальше. Нет, здесь необходимо было побывать ради Киркины, одной только. Хотя, я надеюсь, что хоть в один будет здесь ездить. Тут есть какой-то в 20 километрах. Вот. Значит, ну, блин, совсем обидно. Побывать в стране, нахрен, тут Киркина и все. В общем, все. Так, ладно. Это все не важно. Значит, вот такая вот штука. Он настучал, а потом показал себя, что он, ну, вот хуже Антония. Антония, нет, подождите, Антоний, по-моему, сам что-то такое. Он куда-то себе пырнул. А, он кого-то заставил, а раб закололся сам, да? Значит, а потом он себя пырнул, но так, что, блин, умер. Такое впечатление просто от потери крови. И долго умирал еще. Нет, вообще-то говоря, это все одно и то же. Вы понимаете, Антоний, вот тоже вот надо. Антоний и, как называется, Антоний и Ганнибал, это тоже, так сказать, два параллельных персонажа. То, что там Антоний любовь разводил с этой самой Клеопатрой, портовой шлюхой, значит, не стоит заблуждаться. Антоний и этот самый, как его называется, которого разоблачил Геракл, как я его забыл-то, блин, Ахмед. Он же тоже, так сказать, изображал из себя образцовую любовную пару, значит, супружескую. То есть вот Геркулес его разоблачил. И, собственно, ну вот об Адмете слишком мало известно, но, в принципе, об Адмете можно судить по Антонию. Ну, если Антоний гордился, что он мочу пил, и это он показывал, какой он стойкий в испытаниях, то, когда в походе нет женщин... Все-таки ночу лошадей, все-таки, когда в походе нет женщин, он мог также гордиться, что пользовался, чем есть. Нет, если Антоний и Римлянин, у них же, вы сказали, что другая мода была, то есть казнократство. Ну и что? Ну и, понимаете, вот как, смотрите, получается, вот есть кластер. Кластер казнокрада. Кластер там чего-то, но кто оказывается наверху? Нет, просто вот если становится... Вот гомики, да, были вот-то там при других каких-то, вот была маленькая, вот приходят к власти там кто-то такой, кто поощряет это, вот, они приходят к власти и при этом сильно расширяются. Но вот этот зародыш-то все равно есть, и всегда есть, и что тут... Мне кажется, ему не принципиально, если он казнократом был, он, если надо, так сказать, по моде, он... Нет, ему обвиняли в этом, что он в молодости проституировал, и Антонио обвиняли, что в молодости проституировал. Я тебя как-то упустил. Даже высмеивали, что он как девушка, как женщина одевается, там какие-то были... Бля, я... Ну-ну-ну-ну, ребята, ну-ну-ну, я, чтобы не читать, бля-ня, все не успеваю прочесть. Ну, я, насколько помню, он, ну, вначале, он же из, вроде как, почетного рода, но обедневшего, денег не было, и он проституировал, чтобы хоть как-то там, там, с концы с концами свести. И его обвиняли, что кто ему поманит денежкой, то он и... Это все равно, пожалуй, вирши какие писали. Хорошо, ладно. Значит, все это очень взорвно, но у нас времени мало, придется немножко дольше поговорить. Но что делать? У нас полностью упущенная тема взаимоотношения ганнибала с богами. Значит, взаимоотношения с ганнибала с богами. Значит, у него должен был быть тот же враг, что и у Александра Македонского. Тоже, кстати, пидораса. Да, значит, вот тот же, и этот враг был, если вы помните, Геркулес или Герак. Значит, Македонский воевал с Геркулесом разнообразным, многообразным и так далее. Не знаю, что там, во-первых, что во-вторых. Но вот он, например, заказал вот эту вот статую, которую всем показывают во всех учебниках. И никто не знает, в общем-то, практически, кроме некоторых исключительных, так сказать, личностей, вроде директора того и этого музея, значит, что Герак, или там кто-то пират, блин, закопал нахрен это самое, чтобы ее не расплавили. Или что-нибудь там не сделали. Значит, в общем, только единицы, как бы, знают, что, значит, Геркулес вообще может иметь другой совсем облик, чем вот этот вот антрикот. Значит, во-первых, он заказал этого антрикота, во-вторых, значит, приказали уничтожать все и вся. Например, я, насколько понимаю, не осталось каменных каких-то текстов на камне выбитых. Куда они делись, блин, это был такой культ обширный. Куда они делись, куда делись все надписи. А, значит, а в-третьих, что он делал, македонский? Он заявил, что он сын, вернее, не сын, а как потомок этого самого Геркулеса. И, соответственно, Геркулес такой же, как он. Ну, он такой же, ну, в общем, понятно. Ганнибал, который жил после Македонского, и сделал то же самое. Значит, что он сделал? Он объявил, что... Вот помните вы, это самые столбы, Геркулесу столбы. Значит, если кто-нибудь наберет и посмотрит картинки, то это не столбы, конечно, буквально. Это просто две горы, нисколько друг на друга не похожи. Они вообще по форме не симметричные. Только одна стоит на берегу Европы, а другая стоит там чуть поглубже, не на самом берегу, а чуть поглубже, так сказать, в Африке. Так вот, эти Геркулесовые столбы называли еще мелькартовыми столбами. Мелькартовыми столбами. Значит, что такое мелькарт? Мелькарт? Нет, то есть вот все время вот этот вот прописывал, нам, конечно, много подробностей. Блин, я не могу, надо говорить еще семена по-хорошему, но это уже шестой будет. Это меня... Домой можно не возвращаться, меня выбросит, наверное, из окна. Вот. Значит, он... Он объявил, что мелькарт и Геркулес это одно и то же. Значит, мелькарт переводится как отец городов. Ну, понятно, что это не буквально, это не источник фонтана спермы. Какой-то другой смысл. Понимаете, вот в городе нету, не быть не может такого количества посвященных, чтобы вот как бы вот сохранять порядок, чтобы там население работало или еще чем-то. Это невозможно. Поэтому, естественно, что любой город, это естественно, просто об этом не говорят, что любой город управляется на основе того или иного извращения. Преимущественно какого-нибудь одного извращения. То есть, фактически, если помнить эту мысль, то можно вспомнить. Вот просто дело в том, что этот Ганнибал ездил на поклонение мелькарту. Вот он его считал своим богом. То есть, вот если считать, что, помнить, что получается, что он отец городов. Не отец пидорасов, не отец инцестников, не отец, не отец там, кто там, Казнокрадов, да? А просто их все. Отец извращенцев. А Ганнибал, он наоборот, вот все его один за другим, эти сам подвиги, это разоблачение одного за другим и так далее. Между пятым и шестым подвигом он разоблачил Адмита, то есть, вот этих самых, гомосексуалистов, за что его особенно сильно ненавидели. Вот, и даже, в общем-то, приняли усилия, чтобы вообще выкинуть это из числа остальных подвигов. И он вообще там потерялся где-то, но как бы там, именно там собака порылась. Вот. Значит, сохранились эти воспоминания, что Ганнибал ездил на поклонение, плавал, вернее, на поклонение этому мелькарту на остров Гадос. Остров Гадос, это туда за столбами, за этими Геркулесами, ну, за Гибралтаром, короче, там, в море. Значит, его сейчас нету. Там было Лиссабонское землетрясение 1500 какое-то или 1400 какой-то год. В общем, тогда или при другом каком землетрясении, но вот там вот не один этот остров, а ряд островов, они ушли туда на дно. Ну, а еще понизился уровень, там какие-то были отмели, на которых ловили, между прочим, эту вот рыбу, которую мы тут все любим. Тунец. Тунец. Хвостой, я не знаю, значит, ну, не знаю, блин, ездишь, ездишь по свету, иногда что-нибудь находишь, может быть, и это найдет объяснение. Ну, вот, значит, кого еще он? Он еще, значит, поклонялся Юноне. Не помню, какая-то Юнона, в общем, в Кротоне, город Кротон, Юнона. Вот он там, значит, прожил целый сезон, значит, кажется, на его деньги соорудили новый жертвенник, на котором были вырублены все дела, отредактированные, конечно, отредактированные дела этого самого Ганнибала. Не, ну, понимаете, что это возложение в каком-то там привычном и так далее. То есть, понимаете, Юнона – это Гера. И нам, народу, говорят, нам, мы как, так сказать, народ, нам говорят, что Геракл и Гера – это одно и то же. Не, ну, он говорит там, Меликарта – это одно и то же. Не, вы поняли, Юнонес, все, у него там сейчас уже, все уже заклинило. Ну, в общем, ну, поняли, что… Через этого, через Гера, через этого Ганнибала, то есть, если он как… Да. То есть, через него уже Геракл, как бы, ну, такая цепочка идет. В общем, он прям, о-о-о, понял, что вам это интересно. Ну, вам это интересно. Значит, нет, ну, на самом деле, это сразу-то это не воспринимать, значит, ну, это вот, кошмары будут сниться, там, у вас все затрясет. Значит, в голове уложится так, как нужно. Нет, ну, понимаете, это все равно, что сказать, черное – это белое, белое – это черное. Вот сказать, что Ганнибал, нет. А, ну, ведь, смотрите, у нас, блин, весь свет, который мы путешествуем, все занимаются одними темплями, все выдают себя за уникумов. Комогены были, да, вот это, я не ездил, потому что я понял, что это такое, значит, здоровья нет, лаясь на эту верхотуру. Комогены – это там, где это Немруда. Значит, там фактически этот, забыл, как его Немруда, или кто он там был, Антиох, другой, Антиох, другой, значит, он объявил, что Геракл и Арис – это одно и то же. Арис – это просто бог резни, тот, которого вообще не интересуют правые, левые, сербурмалиновые или какие, просто, чем больше крови, тем лучше. А Ганнибал был, фу, а Геракл – это человек с совестью. Ну, я уже не помню, где говорил, успел сказать, что вот у этих самых, как называется, у статуй, которые мы, значит, которые не антрикот, там осанка у Геракла такая же, как у этой самой, как его был, Немезиды. То есть, вот он такой, вот, то есть, это говорит о том, что у человека есть совесть. То есть, говорят, что совестливый Геракл – это то же самое, что бессовестный Арис. Ничего, или этот, не, ну, они все одно и то же говорят, то есть, вот у них один и тот же способ. Вот, а Македонский говорил, что он пидор, так сказать, блистательный, и Геракл – это одно и то же. А этот, говорит, Мельхард и Геракл – одно и то же. То есть, вообще, они не оригинальны даже, то есть, вот разные, там, какой подход, но одно и то же. То есть, вот смешивают. Дело в том, что, получается, по результату, что если смешать такие два белые с черными, черные с белыми, то в результате, в общем, исчезает Богородный. Богородный исчезает? Не, ну, раз они в это вкладывали, раз это веками и разные, то есть, они работали на результат. Они работали на результат. Интерес входит к нему у людей. Ну, да, нет, дело в том, что, как получается, вот, чтобы понять Геракла, это очень сложно, это большие усилия нужны. А чтобы понять Ариса, усилия не надо. То есть, вот тебе предъявляют две. Ты, естественно, первый понял вот этого ублюдка какого-нибудь, и потом уподобляешь его этому саму, и, так сказать, ну, ладно, пойду поклоняться. И деньги понесу, блин, это все равно дешевле выйдет, чем если я начну что-нибудь там выперлываться. Ну, вот. Можно добавить? Ну, вот вы сказали, что Александр Македонский диверсию против Геракла в виде вот таких фальшивых статуй бальяжных дел, антрикот. А вот вы в прошлый раз говорили, что хотели бы вот здесь поехать в музей, главный археологический музей Туниса, да, закрыто. И что там вот выставляется, экспонируется статуя Пьянова, да, писающего Геракла. Не знаю насчет Пьянова, пишет Ремпи, писающий, но вот как раз хотелось бы посмотреть. Но музей закрыт. Это тоже от Ганнибала вот такие статуи остались. Ну, как бы он мог воодушевить на такие статуи. Что-то делал, понимаете? Мы только вот... Короче, заниматься надо этим долго. До конца жизни, по всей видимости. И после моей смерти Никита займется. И вы, так сказать, надеюсь... Никита, как самый молодой, надеюсь, он позже все остальных помрет. Не будем загадывать, да? Да, не будем загадывать. Не, ну в чем кайф для населения? Понимаете, когда тебе две логически несовместимые вещи соединяют, у тебя же ум за разом заходит, и ты зависаешь. Это кайф называется. Ну, мысли останавливаются, потому что там некуда двигаться. Ну, причем страшно. Кощунство. Ну, и кощунство тоже можно и так назвать. Но, да, может быть, кстати говоря, это смысл кощунства. Спасибо. Но вот видите, как Эрнест положится хорошо сегодня. Нет, я без шуток. Возможно, я подумаю. Значит, то есть вот... Так, немножко длился, но... Ладно, в общем, основная идея была та... А, да, в чем кайф для вот этого населения, да? То есть вот, нет, кайф правит миром, идиот стремится закайфовать. Ну, водка – это химический способ, а, значит, вот есть и другие, так сказать. Вот объявили себе, и... Не, ну, блин, вот не мрут так, блин, толпы идут до сих пор. А раньше вообще, представляете, меня просто удивляло. В месяц два раза надо было туда подняться, и, блин, не шли, нахрен, всем гордо. Там еще интересно, там пожилые люди поднимаются, они делают кучу остановок под дождем, с передыхами. А вы это сняли? Насколько я помню, мы проходили мимо пожилой парочки. Я посмотрю видеозаписи, по-моему, да. Ну, вот, значит, на этом месте надо это вмонтировать. Мы думали, на восточном склоне много людей, но, походу, там было немного людей. Тут вообще не продохнуть. То есть вот до чего доходит. Вот, ладно, там какой-то спортивный на две тысячи лазил, да. А то вот, пожалуйста, какие-то дышащие, значит, все равно они, так сказать, вот идут. И что говорит вообще о, ну, как это сказать, чистый сердечный. Нет, ну, слово сердечное не подходит, да. Брязный сердечный. А души. От души вот идут, бредут туда. То есть вот как бы были основания для того, чтобы, значит, вот население Карфагена, вот, ну, как большого образования, чтобы они его любили, если он им такой презент преподносил. Ну, время у нас совсем нету, значит, на Киркино он приехал совершить, значит, какое-то, значит, кощунство, в результате чего он должен был увеличить свое влияние там, что там связано с Гераклом, не сейчас уже как-нибудь. Вот. Ну, ничего не получилось. Ну, например, я не знаю, что там. Очень просто пойти на священном месте, посвященном Гераклу, насрать, например, хотя бы уж, если больше нечего. Таких идей нету, понимаете? Но рыбаки могли обамуть все это дело. Они могли устроить фальшивый, фальшивый жертвенник для туристов и ганнибалов. А у нас там есть необитаемые острова? Нет, я просто фантазирую, там может быть все что угодно. Значит, там необитаемые острова, там могло разместиться все что угодно. И вообще, собственно, по-настоящему-то там, я уж целую тюрьму развел, в культе Геракла, есть культ Геракла или культ Луны, это одно и то же, а потом объясню. Значит, вот все храмы Луны расположены в глубине материка. А почему нигде нету на берегу моря? Ну ладно, забегая вперед, поскольку времени нет, сразу скажу, что если посчитать, что берег моря, с которого ловят рыбу, так сказать, или отправляются на рыбалку, и где вот, собственно, сразу ты поневоле начинаешь смотреть на Луну, чтобы сообразить, стоит ли плыть или нет, то это сам по себе храм, берег моря, сам по себе храм. Ладно, ребята, не морочитесь в голову, значит, это в следующий раз. В общем, извините, уже перебор. Ну, я думаю, видно, что, значит, вот так называемая профессорская наука, она тщательно выгораживает этого самого Ганнибала, придумывает разные сказки вроде этих самых перстней с ядом, которых не существовало на то время, значит, вот не вспоминают ни о заключенных, вопрос мне задается, что-то про заключенных где-то там векает в других каких-то темах, но не в битве. Битва про замы, я культурный человек, я говорю, я на 200 упоминаний или более того, битвы при Каннах, я ни одного упоминания в битве про замы мы вообще не на это самое, не нафарался, ни разу не натыкался. Значит, в общем, короче, придумывают все, что угодно. Значит, а почему именно тряпка, это очень важная деталь, значит, это мы в следующий раз поговорим. Так, какие-то вопросы, ладно, со мной все, все. Можно буквально один пример? Давай, пожалуйста. Вот нарвались на книжку, вернее, на статью, и там один какой-то современный как раз ученый, там профессор, он ссылается на какую-то древнюю античную книжку, где Геракл назван философом. И вот он ставит такой вопрос. Это Геракл философ или философия была такая тупая, что даже такой тупой качок, как Геракл, он доказывает этот тезис, что философы древние были тупорылые, и поэтому тупой Геракл мог быть философом. Нет, если вы сможете прочесть книгу о том, что Геракл, Геракл и начальник прочей, то очень хорошо, я и с вами с удовольствием поговорю. Значит, я просто боюсь, у меня тут столько чтения. Нет, ну если он философ, он должен был быть врачом, потому что философ – это врач, психотерапевт по-хорошему. Что, они, блин, не знали, что неправильные мысли ведут к каким-то болям или заболеваниям? Ну что ж, не смешно, естественно, они это знали, так что совершенно логично, что кто-то смог продолжить мысль и написать, или я не знаю, на каком основании он там. Я еще не читал, даже страничку не читал. Так, еще какие-нибудь? Вы поняли, что лично вам и Шулькову, главное, не надо, ну, шутка, Никита тоже, то самое, что не надо поклоняться Ганнибалу как супер-мужчине. Ведь как собака помер, понимаете, как собаку, задушили его и помер. А потом ведь, как получилось, если читать его, а то вспоминают его первую часть, когда он выигрывал, а потом вторая, почему он проигрывался все время? Ну, он же гений. Так он же должен был еще лучше выигрывать. Не вяжется, да? Про Мелькарту, так сказать, никто не говорит, хотя про Мелькарту можно нарыть. Историю с Ганнибалом, с Гирогулесом. В общем, короче, Шульков, будете поклоняться Ганнибалу? Как? Нет. Хорошо. А Мелькарту? Проконяться. Это тоже хорошо. А на Киркину, если мне удастся, наконец, там они разродятся и пригласят нас, у меня есть там небольшой планчик, может быть, через годик туда завалимся, всей компанией. Возможно. Вот. Ну, ладно, что, тогда все, что ли? Тогда все. Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok